Ребята, всем привет на канале Старой Игры. И сегодня буду проходить просто дичайшую игру. Игра называется Dropzone. Ну, у неё нет концовки этой игры. Я, по-моему, играл в неё несколько часов, проходил, и концовку я никогда вообще ни разу не видел. То есть, эта игра просто, как бы, на... Ну, скорее всего, на рекорд. Суть игры просто вот загнать вот этих вот... Вот этих дронов, да дронов загнать в ангар. Здесь всё неоднозначно, всё непонятно, всё слишком быстро. Да, это включил режим невидимки. Это, ну, фактически, режим неуязвимости. Но он только на время даётся. Да, блин. Есть три ракеты. Ракета уничтожает полностью всё, что на экране. Ну, это пока демо, скажем так, демо-демонстрация игры. Я реально проходил где-то до, по-моему, до сорокового уровня. Потом у меня же кончилось терпение. Да, тучки молниями каше кидают. Там есть пробуждение вулкана. Это полная жесть. Да, второй уровень прошёл. Ну, это ерунда. И всё, то есть... Да, прямо в игрока могут телепортироваться враги. Ха-ха, всё, капец. То есть, нужно режим включать вот этой вот невидимости. Ну, ладно. Давайте просто попробуем пройти... Ну, сколько смогу пройти, сколько я пройду. Да. Я молодец. Сразу же первую жизнь засрал. Вообще, цель игры уничтожить всех дронов. И закинуть вот этих вот роботов. А вот эти хрены, вот эти хрены, когда, да, ну, вот эти вот, типа летающие тарелки, когда они кидают вот этот заряд красный, они становятся бешеными. И тогда уже на игрока нападают буквально как какие-то маньяки. И да, вот эти вот... А-а-а! И вот эти красные шары, они уничтожают наших дронов. То есть, они, как бы, уменьшают нам количество очков. Ну, да, смысл. Смыслом тут нет играть дальше. Скажем так, это было показательно пока. Приду, сколько смогу. Ну, блин, кнопка С. Кнопка С тут далековато находится просто. Да, и если очень долго играть, буквально там несколько минут, тогда... К нам приходит бешеная летающая тарелка. Очень бешеная. От нее вернуться практически невозможно. Да, кстати, они стреляют. Да, даже зеленые тарелки. Вот эти вот, ну, не тарелки, я не знаю, как их так называют. Тарелки. Была игра наподобие этой вот. По-моему, на этом же движке. Блин, как же неудобно переключать. Клок, это вот справа, видите, вот эту вот шкалу. Это режим скрытности. Все. Завалили. А, и буквально только что телепортировалась эта вот тарелка, про которую я говорил красная. От нее вернуться невозможно. Ну, почти невозможно. Она валит просто на ура. А, мне жизнь дали. Замечательно. Все. Хер вон. Ха-ха-ха. Да, это вспышка была. Вспышки всего три дается. Ну, ладно. Я потратил. Не, ну, а как тут по-другому можно вычить? Вообще никак. Все, это жопа. Есть! Я тарелку с пучкой завалил. Ладно. Это что такое? Бонусный уровень какой-то. Замечательно. Блин, аж я прям на вулкан что ли сел? Под ним местом. Есть, есть, есть. А, это типа бонусного уровня. Да блин, опять на вулкан. Я все время про него забываю. Есть, 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 есть. Но игра просто жесточайшая сложная. Блин. Ну, я, в общем-то, неплохо-то дошел. Тогда включу режим невидимости. Добали жизнь. Хер вам. А вот так? И последний. А-а-а! На последнего я не успел. Та-та-та. Тут херня последняя осталась. Блин, ну у нее так тяжело целиться. Вот эту вот. В маленькую точечку. Да, режим скрытности, видите, тоже на время дается. А, все, пошли в эти вот плазменные тучи. Скотина. Ай-яй-яй! Да, ребята, вот дошел только до четвертого уровня. Говорю, ну давно не тренировался. Лет-то как минимум 10. Ха-ха-ха-ха. Ну, просто у игры нет конца. То есть тут нет смысла как бы особо напрягаться. Только ради именно скиллов каких-то там своих. А-а-а! 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 Я, по-моему, да, набирал 100 тысяч очков. Это точно. Угу. Соточку я набирал. Это однозначно. Блин, а-а-а! Я не успел включить. Ладно. Бродская херня. А-а-а! Ну, пока... Да, пока есть. Пока есть. Готов. Да, и нам дают немножко... Да, блин, я только включил режим... Ха-ха-ха. Опять. Здесь в чем прикол. Они появляются прямо на игроке. Вот эти вот уроды. А, нет. Ну, если вулкан... Да, если взрывается вулкан, там уже ловить нефиг. Давайте еще раз попробуем пройти. Ну, тут... Говорю, как... Как играл, эта игра... Именно в ознакомительном плане. Кто у него не играл... Посмотрите, поиграйте там. Какие-то там свои скиллы поднимите. На этом он не думает Эрлол. Вот такие были игры. Прямо жесточайшие. С мега-сложностью. А, блин. Так что обидно, вот, когда в игровые автоматы ставили эти игры, в них не ставили режим... Режимы, вот, скрытности. Были только... Была только стрельба и ракеты. А режима скрытности в них вообще не было. Ну, чтобы люди просирали свои деньги. Да. А, что не сделал еще? Да, не занес еще одного дрона. Там еще, да, вот, бешеная тарелка уже подлетела. Хотела забрать нас, но не успела. Так, нам жизнь дали, хорошо. Ахер вам, вот так вот. А-а-а! Ну да. Прямое попадание с пулькой. Ну да. Но тут нечего сделать. Тут как бы даже вариантов не было, увернуться. Вот, да, вот такие были дикие игры на таре. В свое время. Не, ну, особые там какие-то там геймеры, да, проходили там иногда и по 40 минут. Как-то случайно, вот. Я хочу найти игру, которую я проходил на этом же движке. Там даже была похожая графика. Она называлась что-то, как... Какой-то там Space. Чет какой-то Space. А-а-а, блин. Почему не включить? Зачем... Да. Ладно, сейчас включу. Сейчас я туда всю эту херню взорвала вот так вот. Не, ну все буду так долго масолить. Сейчас придет красная тарелка. Да. Она не... Она... Она... Пришла, но и так же и ушла. Ладно. У меня еще есть три... Три вспышки. Есть. Я успел двух психов завалить. Да, ребята, это скиллы какие-то начинаются проявляться. Угу. И дали еще жизнь даже. Замечательно. Неужели это я играю? На. Хрен тебе, скотина. Не говорю, честно, ну до 30 уровня точно доходил это 100%. О, смотрите, если сбивать метеориты... Блин. Если сбивать метеориты, тогда землетрясения вроде как меньше становится. А, я не включил режим-клокинга. Блин, забыл опять. Схер вам, уроды. Ну, убейся. Последний. Нет, еще... Есть еще один. Капец, копец какой-то вообще. Есть. Есть. Я все-таки прошел этот вонючий уровень. Блин, опять вулкан, да вы издеваетесь. У меня всего одна ракета осталась. Ладно, давайте рискнем. И хрякнем. Они появляются просто бесконечно, по-моему. Да. Вот такая была, ребята, игра. Я надеюсь, кому-то понравится. Просто кто-то, если захочет поиграть прямо в какой-то супер-хардкор, прямо в мега-хардкор, эта игра именно для вас. Таких игр больше не делают. Вообще, эта игра была для Atari 800. Кому понравилось, пожалуйста, доставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И будем проходить еще много таких подобных игр. И всем, ребята, удачи и спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok